Это программа День с толком, последний выпуск 2023-го. Подведем сегодня вместе итоги уходящего года и наметим прогнозы на следующий. В студии Елена Макаренко. Как принято говорить, этот год был непростым. К сожалению, на протяжении 12 последних месяцев нам часто приходилось рассказывать вам об авариях, пожарах, убийствах. В следующем материале мы собрали те происшествия и уголовные дела, которые, наверное, потрясли нас больше всего в 2023 году. Передаю слово Ирине Корчагиной. Уголовное открытие года. Ничем не примечательный бывший чиновник Виталий Манишин, в прошлом заместитель главы администрации Калманского района. Весной этого года мужчину задерживают за подозрение в убийстве, которое произошло еще в 89 году. Следователями установлена причастность одного из мужчин, которому на момент преступления было 19 лет. Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием. После этого задержания пошли слухи, что Манишин якобы и есть тот самый политеховский маньяк, который будоражит умы уже больше 20 лет. Мужчину начали проверять на причастность к другим убийствам. Речь идет о 9 эпизодах, среди которых есть и как раз абитуриентки политеха. В некоторых убийствах он уже признался. Расследование продолжается. А в этом деле, кажется, уже поставлена точка и, возможно, не так, как хотелось бы общественности. В этом году условный срок получила владелица батута, на котором два года назад пострадали дети. Батут поднялся в воздух, два маленьких ребенка сильно ударились при падении на землю. С этими последствиями они живут до сих пор. Еще одно резонансное дело. Впервые суд назначил реальное лишение свободы воспитателям детского сада Happy Baby, в котором издевались над детьми. Эпопея длится больше пяти лет. Позади множество заседаний, несколько приговоров и все условные. Осенью этого года одного из педагогов взяли под стражу прямо в здании краевого суда. Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять ноги под стражу в зале суда. Для нее излюбленным методом насилия над детьми было закрыть их в темной комнате, нанести удары, лишить еды ребенка, принести ребенку еду, поставить ее в туалете на пол. То есть таким образом дети обедали. Это все делало ноги их. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Однако суд отсрочил ее наказание, пока ребенку Чегрова не исполнится 14 лет. Будет это не скоро. Родители пострадавших детей будут добиваться, чтобы реальное наказание понесла и сама заведующая Елена Воротникова. К слову, она уже трижды осуждена. В этом году, пожалуй, был поставлен антирекорд по падению из окна. Особенно это касалось детей. Не обошлось без трагических случаев. В августе маленький ребенок выпал с 15 этажа на улице Приречной. Как и многие дети, он облокотился на москитную сетку. Шокирующая история произошла летом и на улице Шумакова. Молодая женщина, предположительно, отравила своих детей, а после, как ни в чем не бывало, поднялась на 22 этаж и прыгнула вниз. Смотрю, что-то как будто выбросили. Как мешок какой-то. Очень страшно, конечно. Не дай бог, никому такого видеть. Вот так крыша улетела, сознание вот этого. Все линии порванные. Как атомная война прошла. Вся крыша целиком улетела. Еще одно нашумевшее событие года – ураган, который накрыл регион в ноябре. Мощный ветер сносил крыши, конструкции. Одна женщина погибла. Только в Барнауле пострадало более 300 объектов. Повалено более 160 деревьев. Повреждено как минимум 33 автомобиля. Вероятно, ликвидировать последствия стихии в регионе продолжат и в следующем году. Ирина Корчагина. День с толком. Этот год продолжил испытывать Алтайский край на прочность в экономическом плане. Жители региона, как и всей страны, ощутили на себе неоднократное повышение Центробанком ключевой ставки, быстрый рост инфляции, исчезновение с полок магазинов некоторых товаров. Как Алтай переживал эти проблемы и наметились ли какие-то положительные тенденции в экономической сфере, расскажет Данил Кузнецов. В топе событий экономики повышение ключевой ставки Центробанком. За 2023 это случилось пять раз. Ставка за год выросла более чем вдвое. Из-за постепенного подъема с 7,5 до 16 процентов лихорадило и банковский сектор, и рынок недвижимости. За 12 месяцев жители края заключили больше 24 тысяч договоров на ипотеку. На общую сумму больше 72 миллиардов рублей. Притом максимальная, одна седьмая часть от этого числа кредитов, пришлась на сентябрь. А вот к декабрю рынок недвижимости, особенно вторичный, практически встал в ступор. Но темпы строительства в регионе в этом году не сказались на общих объемах за последнее время. Построено и введено в эксплуатацию более 63 тысяч живых помещений, общей площадью более 4,3 миллиона квадратных метров. Это больше практически на 50 процентов, чем за предыдущую пятилетку. Ощутили на себе жители края и разгоняющуюся инфляцию. По предварительным расчетам официально за год она превысила 8 процентов. Но в отличие от 2022, в цене быстрее всего прибавляли не рыба и говядина, а курятина и яйца. Килограмм мяса птицы за 12 месяцев подорожал на 47 процентов. Десяток яиц на 78. И такое по всей России. Так что неудивительно, что этот вопрос поднимался даже на прямой линии с президентом. Спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Но сбой в работе правительства. Другой животрепещущей темой для региона стала цена на топливо. Стоимость литра 92-го бензина на пике в сентябре превышала 50 рублей. Дизель достигал почти 65. Особенно непросто было частным заправкам. В третий районов есть только они. Подобные сложности были вызваны туристическим сезоном и общероссийским дефицитом горючего. Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже и все топливо уезжало на экспорт. И внутренний рынок просто оголили. Сейчас его в наличии нет. Как я уже сказал, сбыты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС. Но есть и положительная динамика. Индекс промышленного производства увеличился более чем на 7%. Наибольшую роль здесь сыграл выпуск автокомпонентов, прицепов и полуприцепов. Вслед за этим подросли и зарплаты на заводах. В последнее время, надо сказать, и заработная плата очень хорошо подтянулась на предприятиях. Сейчас даже просто, вот если профессионал, работник пятого, четвертого разряда, даже это 70-80, то есть 100 тысяч рублей, это уже, так сказать, нормальный заработок для работников наших заводов. О небольшом росте экономики региона говорят и поступление в бюджет. 153 миллиарда рублей, больше ожидаемого на 4%. Следующий год для алтайской экономики, предрекают представители законодательной власти региона, будет амбициозным. В графе «Собственные доходы» цифра 89 миллиардов. Это примерно на 14% больше по сравнению с 2023. Большинство этих денег, как и в прошлые разы, планируют направить на социальную сферу. Данил Кузнецов, День с толком. Отдельный сюжет мы решили посвятить в этом году промышленному сектору региона. Он показал уверенный рост в 2023 и такая же динамика, уверены эксперты, должна сохраниться и в следующем году. Сегодня спрос на комплектующие, оборудование, технологии в России в разы превышает предложения. Спустя почти два года с начала СВО и ухода зарубежных компаний на отечественном рынке все еще дефицит местных производителей. Но дополнительную стимуляцию промсектор получит в связи с господдержкой и освоением искусственного интеллекта. Обо всем этом далее. В России отмечают промышленный бум. К сентябрю 2023 за год промпроизводство в стране выросло на 5,5%. А для края сектор обрабатывающей промышленности составляет 87% от всей сферы. Почти два года работы в новой реальности не прошли даром. Так в 2023 вопрос о логистике уже не волнует. Да, дольше, иногда дороже, но цепочки сохранены. Выход на экспорт стал тяжелее. Более благосклонные рынки Азия, Индия требуют уникального подхода. И даже такой близкий и находящийся в одном таможенном поле соседка Казахстан требует определенного подхода. Гарантии регулярных поставок своего представительства. Делаем роботов, делаем сложных, автоматизированных, с огромным множеством софта, пневмогидроцилиндров, приводов, сервоприводов и так далее. Это то, чем мы занимаемся. И вот с таким продуктом очень далеко, если куда-то его в другие страны отправлять, будь то там Монголию какую-нибудь, то сразу вместе с ним необходимо продумывать, как мы его будем обслуживать. В Казахстане открыты к новым игрокам, так как это развивает внутренний рынок страны. Но больше шансов будет у компаний, сочетающих промпродукт с IT. На Алтае уже есть такие предприятия. К примеру, Барнаульский завод по выпуску электрошкафов внедряет в свой продукт умную систему мониторинга производственных мощностей. В ближайшие годы искусственный интеллект будут применять для контроля качества продукции, безопасности труда, логистики. Например, технология внесения жидких удобрений. Нужно четко соблюдать дозировки препаратов, нужно соблюдать вылив, нужно контролировать дозу внесения, нужно контролировать глубину внесения и так далее. То есть целый ряд цепочек параметров, которые нужно отслеживать. И как раз искусственный интеллект в этом отношении способен анализировать все факторы и выдавать либо рекомендации оператору в этом отношении, либо информировать вышестоящее руководство, что там происходит что-то неправильно. У нас это применяется в продажах. Вот есть электронный Виталий Савенков, который контролирует работу менеджеров. Плюс еще мы заводим искусственный интеллект в анализ. То есть анализ данных. Ну это при выстраивании, при выходе на новые рынки, скажем, Индия, куда мы выходили в этом году. Среди актуальных проблем наращивать мощности сложно. В стране острый дефицит рабочих. На фоне проведения СВО и, с одной стороны, физической необходимости выпускать больше продукции, а с другой стороны, ухода части мужского населения на фронт, только в Алтайском крае к концу года не хватает 7 тысяч человек, 6 тысяч рабочих и тысяч инженерных специалистов. В 2023 году в стране активно реализовывали программу профессионалитет. Предприятия стали предоставлять свои площадки для практики студентов на современном оборудовании и разрабатывать образовательные программы совместно с ВУЗами и СУЗами. Так производитель сельхозтехники будет делать центр подготовки кадров на базе Каменского сельхозтехникума. Сейчас мы у себя на базе предприятия создаем центр подготовки. Туда покупаются дополнительные станки, дополнительное оборудование. Там будет приниматься в штат человек, который будет заниматься подготовкой ребят. Там же будет и профиориентация, там же будет подготовка, переподготовка наших специалистов в том числе. Любой станок можно купить, любое помещение можно построить, работать кто будет. Кроме кадров не хватает отечественных технологий, комплектующих, оборудования. В связи с этим компании говорят о необходимости общей промышленной базы, которая бы упростила поиск подрядчика, деталей или сырья. Мы сидим со своими незагруженными станками и не знаем, кому их предложить. И в то же самое время у нас есть большая потребность на подобную какую-то работу. Но мы не знаем, кто в это время готов эту работу оказать. И системного подхода нет. То есть это просто многолетние какие-то отношения, взаимные с предприятием, с предприятием. Но нет ни одного портала, который бы мог онлайн по заявке эти мощности перераспределять среди предприятий. Однако рост внимания в сфере промышленности должен запустить этот процесс, уверен эксперт. Отраслевики не сомневаются, промышленность будет и дальше развиваться. Спрос при ориентации на внутренний рынок уже обеспечен. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Свои достижения есть и у нашего телеканала в этом году. Так, не без участия моих коллег прошла церемония передачи частицы вечного огня из Москвы в Барнаул. Стартовало несколько новых телевизионных проектов. Есть профессиональные награды федерального уровня. А главное, решены и десятки коммунальных и социальных проблем жителей края. О самых значимых достижениях телеканала «Толк» расскажем прямо сейчас. То, чем безусловно гордится наша редакция, это оказанная помощь барнаульской сироте Светлане Крюковой. Летом мы рассказывали, как девушка с врожденным генетическим заболеванием, из-за которого она передвигается в инвалидной коляске, не может добиться квартиры на первом этаже. Но благодаря нашему репортажу, квартирный вопрос удалось решить. Девушке вручили ключи от долгожданной жилплощади и теперь Светлана проживает в комфортных условиях. Даже не верится, если честно, до сих пор еще какое-то такое. Как будто это я просто приехала куда-то, посмотрела и все. Вот. Ну, прямо вот вообще, какое-то волшебство. На протяжении всего года наш телеканал помогал сводить на нет и коммунальные проблемы. Мы возвращали тепло людям, решали вопросы с вывозом мусора и помогали добиться ремонта теплотрасс. Так, после одного из наших сюжетов к жителям незамедлительно выехали рабочие и начали ремонтировать коммуникации. В этом году на нашем телеканале стартовало сразу несколько уникальных проектов. Один из них – «Живая детская книга Алтая». Это культурно-просветительская история, где известные артисты края озвучивают детские произведения, повышая тем самым интерес школьников к региональной литературе и к чтению в целом. В ночном лесу бушевала метель, а в лесей норе было тепло и тихо. Проект «Я раскаиваю» стартовал летом этого года и сразу привлек внимание зрителей. Уже вышло четыре серии. В них – история осужденных, отбывающих наказание за свои преступления в алтайских колониях. На сегодняшний день я раскаиваюсь. Один из самых просматриваемых проектов в социальных сетях и на ютюбе нашего телеканала. Я вот так вот сделала один раз. Попала в плечо. Оказывается, я попала в артерию, в легочную. В этом году наш телеканал удостоился различных наград. В частности, диплома победителя в номинации «Мой герой» в творческом конкурсе федерального уровня «Современник» на экране. Репортаж «3 тысячи километров ради жизни» о двух мужчинах без определенного места жительства, которые отправились за тысячи километров от дома ради спасения девочки из Барнаула Маруси Иценко, растопил сердца зрителей и принес нам победу в престижном конкурсе. А в начале декабря наша съемочная группа приняла участие в церемонии передачи частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в Барнаул. Напомним, в Барнаульском пантеоне славы огонь зажигали лишь в памятные даты. По техническим причинам пламя не могло гореть постоянно. Но по инициативе городских властей удалось провести природный газ и зажечь в пантеоне вечный огонь. За освещение важного события наш холдинг «Сибирская медиагруппа» удостоился почетной грамоты. Валентина Аскерова, День с толком. Под занавес года у нас появился новый министр спорта, к слову, призер Олимпийских игр. На Алтай после долгого перерыва вернулся большой хоккей, а чемпионат мира по фехтованию запомнится скандалом, в котором пострадала наша спортсменка. Об этом и не только расскажем в следующем репортаже. Начнем с главной новости в мире алтайского спорта. Назначение нового министра. Иван Нифондов – призер Олимпийских игр под дзюдо. Его появление на кресле профильного ведомства спортивную сферу поделило на два лагеря. Одни приветствуют и рады новому министру, другие негодуют. Мы свою оценку пока что давать не будем. Как говорится, поживем, увидим. Все, что связано со спортом, все, что связано с нашим подрастающим поколением – это очень важно. Дети – это наше будущее. И как мы их воспитаем, какие они здоровые будут. От этого будет зависеть вообще развитие всей нашей страны. Переносимся на осень, а именно 7 сентября. В этот день впервые за 17 лет хоккейный клуб «Динамо Алтай» сыграл свой первый новашний матч в чемпионате ВХЛ. Да, может не все так гладко с бюджетом, но самоотдача хоккеистов зашкаливала. Неистовая борьба и огромное желание победить. Пока что барнаульцы расположились на 20-й строчке. После новогодних праздников продолжат двигаться к ТОП-16. Совсем недавно, кстати, «Динамо Алтай» обыграли одного из лидеров чемпионата. Хочется поблагодарить парней, что они преподнесли нам такой приятный сюрприз всем болельщикам, которые были на хоккее, поддерживали нас рядом, которые не смогли прийти. Поэтому хочется поздравить всех с наступающим Новым Годом. Команда постаралась сделать шикарный подарок, и мы это сделали. Спасибо парням. Приятной неожиданности 2023 года наши волейболисты. Университет в этом сезоне набрал серьезный ход. И прямо сейчас студенты расположились на первой строчке турнирной таблицы высшей лиги А. В этом сезоне парни отличились как на площадке, так и за ее пределами. Как говорится, все лавры их, все лавры им. Выполнили установку тренера, за счет этого и выиграли соперника. Все. Установка, знаю, да. У меня вот это интересует... А вот скандалом года запомнится фехтование на чемпионате мира, который проходил в Милане. Бурнаульская саблистка Анна Смирнова после поединка подошла пожать руку сопернице. Но в ответ увидела выставленный клинок. Чиновники от спорта агрессии в таком жести не увидели. А Олимпийский комитет и вовсе пригласил украинскую спортсменку на Олимпиаду. Ну и главные интриги на предстоящий 2024 год. Смогут ли наши хоккеисты попасть в зону плей-офф, а баскетболисты удержать лидирующие позиции в Суперлиге? И каким футболом удивят «Динамовцы» под руководством нового тренера? Ответы на эти вопросы мы уже получим в следующем году. И обязательно расскажем о них в наших эфирах. Дмитрий Дроздов. День с толком. А теперь к наступающему 2024, который пройдет под символом зеленого деревянного дракона. Но это по восточному календарю. А вот в зоопарке «Лесная сказка» предложили вспомнить славянские символы Нового года. В следующем сюжете узнаем все подробности. Это непривычная резиденция Деда Мороза. Это юрта Деда Мороза. Необычный формат уже успели оценить гости парка «Лесная сказка». Так как у нас регион самый ближний – это Казахстан, вот поэтому решили там заказать юрту. И нам как раз к Новому году, чтобы наши посетители могли чай попить, покушать какие-то сладости. Даже когда новые какие-то посетители приходят, они все дружно встают в хоровод, водят хоровод, играют с Дедушкой Морозом. Здесь же Дед Мороз рассказывает о славянских символах Нового года. В этом году в зоопарке решили отойти от привычных символов восточного календаря. Так что теперь в ближайшие годы будем праздновать бородатую жабу, жемчужную щуку, крадущуюся лису. Уходящий год – год огненной лошади, а следующий год темного лося. Свои символы есть и в самом зоопарке – Майя и Зевс. У этих лосей непростая судьба. Родители убили, сюда их привезли одинокими малышами. Сейчас лоси выросли и стали красивой парой парнокопытных. Год соха. Сох по-старославянски. И поэтому этот год очень такой напряженный. Этот год очень мощный, потому что лось – это мощное животное. Поэтому мы надеемся, что вся вот эта мощь 2024 года, она, конечно же, будет направлена на мощь России. Как вам, нравится кормить лося? Очень интересный опыт. Хорошо, что я его встречаю здесь, а не в дикой природе. Вот, видите, как замечательно. А увидеть лося в Барнауле – не такая уж и редкость. Кстати, еще в прошлом году в крае объявили о рекордном количестве лосей. За последние 10 лет их популяция превысила 17 тысяч особей. Животные эмигрируют на Алтай за благоприятными условиями. И встретить их можно уже в центре города. Это говорит прежде всего о том, что лось – это уже так бы становится таким своеобразным символом города Барнаула. И надеемся, что год 2024 будет очень благоприятным для нашего замечательного города. А у Зевса и Майи год лося может стать знаменательным. У пары должен появиться первый ребенок. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. 2024-й будет високосным годом. В многих культурах такие считаются сложными. Но стоит ли опасаться наступающего года, как пережить его наиболее удачно, и об основных его тенденциях расскажет в интервью барнаульский астролог Светлана Снеговская. Светлана, подскажите, пожалуйста, с учетом того, что предстоящий год будет високосным, стоит ли опасаться того, что он будет сложнее? Ну, вообще, мое мнение такое, что это такой же год, как и все остальные, на один день больше. Високосный год – это время, когда мы скорее пожинаем плоды свои, которые мы, собственно, последние несколько лет и производили. То есть год будет благоволить тем людям, которые любят достигать новых вершин, я правильно понимаю? Да, я бы такую агитацию, наверное, даже хотела провести и пожелать всем в этот год входить просто с добрыми помыслами, желаниями, намерениями и с конкретным планом для развития. Потому что у кого он будет, кто будет понимать, к чему он стремится, чего он хочет от себя. Человек, который будет развиваться, собственно говоря, не бояться выходить из зоны комфорта, для тех год будет достаточно удачным. Светлана, а назовите, пожалуйста, типы людей, для кого год будет удачным и неудачным? Сложнее всего, ну, вероятно, придется тем, которые, тем людям, которые более консервативны, медлительны и не совсем уверены в себе. А удачу принесет тем, кто готов отпустить старое, кто готов с вызовом принять определенные риски, которые принесет этот год, и изменения. Потому что, несомненно, мы стоим на пороге нового развития человечества и, так скажем, в стороне остаться ни у кого не получится. Здесь нужно прям уверенно идти в ногу со временем. Дело в том, что на нас влияет не только високосный год или мифические существа, но еще и планеты. Так, например, высшая планета Плутон будет вставать в знак Водолея в 2024 году, и она непременно принесет неожиданные и необратимые последствия. То есть это могут быть социальные и политические конфликты. Весной 2024 года будут кардинальные перемены. Расскажите об основных тенденциях 2024 года. Основными тенденциями года будут являться современные инновации, такие как искусственный интеллект, будет много появляться новых профессий. То есть здесь нужно уметь еще перестраиваться в плане профессии. И могут появляться предметы, знаете, из фильма «Будущее», который был, например, летающий транспорт, который у нас, машины, такси, которые летают по воздуху. То есть уже будут первые сподвижки к этому, насколько мне известно, в Дубае уже как бы это не тестировалось. Ну и все-таки вот нельзя не спросить, будет ли в 2024 нашествие роботов? Ну я думаю, что в 2024 году нам точно это не грозит. Ну и в завершении давайте кратко пройдемся по прогнозам, по всем знакам зодиака. Что касается овнов, здесь нужно оставаться такими же смелыми, потому что предстоит преодолеть определенные кризисы, риски и попробовать что-то новое для себя. Для тельцов я бы, наверное, посоветовала обратить внимание на коммуникативную составляющую, больше общаться, заводить новые знакомства, выстраивать связи. Близнецы в первой половине года будут больше заниматься профессиональной деятельностью, во второй уже перейдут на построение личных отношений. Ракам бы я советовала обратить внимание на свое здоровье, больше проводить время с семьей, посвящать время хобби, потому что это будет давать определенный импульс для совершения своих каких-то дел. То, что касается львов, может произойти интересное полезное знакомство однозначно. Девы, скорее всего, в большей степени еще ударятся в здоровый образ жизни, будет посвящать время этому. Для весов очень важно найти баланс между работой и отдыхом, и, вероятно, захочется сменить имидж. Это было бы здорово. Что касается скорпионов, уже в первом полугодии у них будет большое стремление достичь чего-то очень большего, что было до этого, но могут останавливать страхи. Нужно будет поработать над этим. То, что касается стрельцов, здесь, вероятнее всего, знаете, умеренность. Должна быть умеренность во всем. И стоит больше обратить внимание на свою семью и домашние обязанности. Козероги уже в январе будут проситься в бой. Но, опять же, первое полугодие больше подходит для того, чтобы стратегически подходить к решению разных вопросов, а уже во второй половине года, так скажем, начинать активные действия. Что касается водолеев, но это тот знак зодиака, который непременно будет в центре внимания. Нужно обрастать единомышленниками, связями, продвигать свои смелые идеи и быть осторожными в финансах. Для рыб очень важно брать на себя ответственность, составлять план действий и не плыть по течению. Пожалуй, основные такие рекомендации. Довольно неоднозначным 2024-й будет из точки зрения нумерологии. Специалисты по влиянию чисел говорят, что число года «восьмерка» – число «кармы». Поэтому главными темами года будут справедливость, законность и равновесие. А главным символом – фемида. Одним словом, объясняют специалисты, будущий год – воздаяние. Но как заручиться поддержкой звезд и в каких случаях стоит быть особенно внимательными, расскажет нумеролог Олеся Терновая. Советуют придерживаться в первую очередь закона, наших обычных социальных законов. Правильно переходить улицу, платить вовремя налоги, платить ЖКХ. То есть банальные наши вещи. То есть будет обостряться тема социальной правильности документов, юридической грамотности. В этот год, как никогда, иначе смотрите все, что написано мелким шрифтом. Читайте на два раза то, что вам предлагают. Вступайте только в открытые сделки. То, что будет прозрачно, то, что видно будет. Почему? Потому что может обостриться наоборот. У нас год справедливости. А что у нас в отрицательном сценарии? Это год несправедливости, год мошенничества. Поэтому может обостриться, например, телефонное мошенничество. Очень сильно может обостриться какие-то черные риэлторы и прочее. Поэтому, чтобы год прошел хорошо, в первую очередь для себя, знаете, и придерживайтесь законности. То есть если есть какие-то дела не закончены, да, с вашими документами, постарайтесь в этот год дооформлять, чтобы все было грамотно и правильно. Если где-то есть просроченные платежи, закройте эти платежи. Если есть невыплаченные алименты, выплатите. Люди в этом году сами по себе могут ощущать, что они более обидчивые. И как вы будете обидчивы, так и люди на вас могут обижаться. Каждое ваше слово будет восприниматься как уже обязательство и как то, что вы пообещали. Поэтому, если вы не уверены в том, что вы что-то сделаете, лучше молчите и не обещайте, чем просто сказать. Потому что вот эта вот обидчивость, которая будет летать в воздухе, она будет сопровождать всех людей и приводить к каким-то недоразумениям, конфликтам, а может быть на кого-то и могут подать даже в суд. Поэтому обострение конфликтности в этом году гарантировано. Если вы будете жить в гармонии с собой, то, что у вас внутри, то снаружи, вы будете честны в первую очередь с собой соблюдать закон, то однозначно у вас будут, наоборот, положительные события в жизни. Положительными событиями в жизни это, во-первых, 2024 год характерен социальный рост, карьерная какая-то реализация, это удачные сделки, удачные покупки, удачные, могут быть, какие-то судебные разбирательства, которые на вашей стороне, в общем, где вы честны. Если вы давно планировали заключить брак, например, то именно этот год надо все сделать именно официально. То есть вот именно подписание официальных документов – это выход из тени, это ваше все. Все. Тогда будут бонусы. Накануне в Барнауле и других городах края торжественно открыли праздничные площадки и состоялись первые торжества по случаю наступающего Нового года. Но разные мероприятия запланированы и в другие дни длинных выходных с 1 по 8 января. О самых интересных из них в новогодней культурной афише от Дарьи Ерошиной. До 7 января практически каждый день будут идти новогодние спектакли. «Серебряная копытца» в театре драмы имени Василия Шукшина подойдет для досуга с детьми. Для взрослых подготовили лирическую комедию «Не скажу». Другие постановки на месяц можно увидеть после праздников. Расписание уже опубликовано. В МТА для детей и родителей идут бременские музыканты. Показ продлится до конца зимних каникул. Взрослые также могут попасть на спектакль «Моя жена-робот» до 5 января. А в музыкальном театре с 3 января начнут показывать детский мюзикл «По щучьему велению» или «У Емели Новый год». И практически весь январь будут играть пластический спектакль «Найджел». Это редкий жанр театрального искусства, построенный на движениях без использования слов. Разбавить прогулки по уличным новогодним площадкам можно уже с 3 января. В этот день в Титов-арене пройдет дискотека 90-х. Там же 6 января состоится ледовая сказка «Щелкунчик и мышиный король». До наступления нового 2024 года осталось чуть больше суток. Ярко украшены улицы и площади, наряжены елки, установлены инсталляции. Можно сказать, волшебная атмосфера. Но если вы еще не успели прочувствовать наступление праздника, предлагаем прямо сейчас ощутить его приближение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на этом у меня все новости. С наступающим всех Новым годом! Пусть он будет богатым на добрые события. До встречи в 2024. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok